сплошное безразличие сплошной бардак без веры и в этом все отличие от правды и от веры пора вам наконец понять что все что происходит с нами мы в этом виноваты сами и некого здесь больше обвинять лаборатория автомобильной диагностики поможем подскажем научим расскажем не могу не удивляться лишний раз тому что происходит еду по мкаду вижу машину ларгус цельнометаллический написано до 100 евский сервис доставки еды но это пипец какой-то дальше клининговая компания написано ваша клининговая компания saving cleaning но все это по-английски конечно а сами вы себя видели в зеркало что называется какая наша клининговая компания да и само слово клининг откуда вы это за взяли от слова клинить тогда да тогда это наша клининговая компания он видите достоевский ларгус поехал какая связь между достоевским и сервисом доставки еды подскажите мне вот эти вот из грязи в князи они уже достали марафетим по-взрослому марафетим по-взрослому салоны красоты удивят тебя нормально да это на троллейбусе написано привет уважаемые гости моего канала и подписчики и все те кто меня смотрит сегодня речь пойдет об очень забавной теме меня постоянно спрашивают какую машину лучше купить для бизнеса по перевозкам я когда вижу таких людей которые задают такие вопросы я понимаю что человек ничего не понимает в том что он собрался делать давайте рассуждать так все люди живут в разных регионах в разных регионах разные условия по эксплуатации присутствуют разные сервисы по разным маркам и первое нужно что понимать это то что машина должна быть ремонтопригодна что такое ремонтопригодность автомобиля это достаточно простая доступность к запасным частям то есть запасных частей должно быть много они должны быть желательно подешевле это очень важный пункт второе в этом регионе где будет эксплуатироваться этот автомобиль должны знать эту модель машины то есть в этом регионе должны присутствовать сервисы по этой модели машины третье исходя из условий эксплуатации да вот мы допустим в москве существуем а кто-то эксплуатирует машины допустим на севере да нужно понимать какую колесную формулу вы хотите там 6 на 4 там и так далее четвертое чем дешевле стоит автомобиль тем быстрее он окупается в любых условиях при любом раскладе соответственно ну допустим разницы нет до между каким-нибудь мазом которые стоят там смешные деньги и какой-нибудь самый современный volvo fh 13 это и другая машина везет те же самые деньги весь вопрос здесь наверное в надежности но я вам скажу так маз можно сделать так что эта машина не будет уступать по ходовым качествам и по ремонтопригодности по надежности ни одной заново из иномарок просто нужно приложить руки я например еще в те времена в далекие когда мазов было много на мазе объездил но практически всю россию я вам скажу он меня никогда не подводил вот поэтому вот этим людям нужно представлять а что какой у них бюджет до сколько денег есть на руках сколько денег будут заемные там в лизинге машина или в кредите где машина будет работать то что нередко нередко а скорее всего наверное вообще чаще чем нередко чаще всего получается так люди покупают автомобиль и начинают таскать фрахты из 1 надо правильно понимать что эти уже фрахты урезанные там не хватает процентов 30 а то иногда и 50 от стоимости перевозки и это совсем не работа и даже для того чтобы получить опыт туда не надо лезть то есть работа это когда вы знаете грузоотправителя причем постоянного не разового лучше ни одного когда вы планируете какие вы грузы будете возить куда вы будете возить а уж в обратку ну когда уж совсем край да можно конечно воспользоваться ати а вообще есть другие способы в обратку найти постараться груз обеспечить про оплату грузов да это отдельная история потому что у нас стоимость на перевозку почему-то формируется от грузоотправителя то есть у нас все через одно место и это тоже не исключение фактически стоимость должна формироваться исходя из показателей груза то есть сколько места он занимает в объеме в погрузочном пространстве сколько он весит и на какое расстояние он везется соответственно есть очень дорогие грузы да там какая-нибудь вакцина из уфы там тонна вакцины будет стоить ну бешеные совершенно деньги этот груз очень дорогой и он очень сильно скоропорт поэтому условия доставки у него должны учитывать его оплату за перевозку в том числе на по сути должна существовать должно существовать понимание тонна километра но у нас к сожалению как я уже сказал все через одно место и грузоотправитель какую хочет цену видеть такую и назначает хотя я считаю неправильно но и так мы немножко отклонились от темы да вот этим людям которые спрашивают а какую машину лучше эксплуатировать ребят я могу вам сказать следующее что любая машина эта машина если к ней прикладывать руки если за ней ухаживать следить заниматься ее обслуживанием вовремя заниматься ремонтом качественным предупредительным ремонтом то любая машина ходит неважно какой модели маска масс любая я уж не говорю про иномарки нередки случаи когда спрашиваю человека который приезжает сюда покупать машину а почему вот вы решили купить допустим да в 105 и именно с самой большой кабиной да что называется спайс кэп а вот у меня водитель сказал что с маленькой кабиной но с обыкновенной стандартной он ездить в нем не будет существует вопрос а вы покупаете машину для водителя или вы покупаете автомобиль все-таки для бизнеса я вам скажу так тот кто не хочет ездить на камазе он не будет ездить и на иномарке ему все равно абсолютно какую машину ломать все вы знаете что сейчас машину купить можно да но труднее всего найти на нее водителя почему да как бы очень просто да потому что система советского воспитания образования она давно-давно похерена система профессионального образования отсутствует виде там пт у и так далее да то есть нет преемственности кадров допустим в том числе а то молодежь которая получает права и сразу получает категорию е устраивается на работу куда-нибудь там в какой-нибудь большую организацию без опыта берут она там учится как-то рулить и потом уходит что называется в другую организацию с надеждой что там вот платить больше а по факту по факту жизнь состоит из знаний что такое знание знание это формирование личности чем больше человек знает и умеет тем больше он способен решать вопросов в этой жизни поэтому ребята конечно же водителю можно постараться обучить самому но этот длительный процесс и он не всегда выгоден потому что квалифицированные кадры потом как правило убегают какие-то в другие места еще какой то там себе какие-то призрачные оплаты и так далее по факту да рынок давно сформировался и плюс минус везде практически одинаково за исключением есть все таки места где хорошо относятся к людям а водители это тоже люди и как раз от водителей зависит доход компании которая занимается перевозками в большей степени от водителей потому что водитель это тот самый человек который понимает что происходит машина с машиной в рейсе он понимает как нужно грузить во время погрузки то что пытаются погрузить он понимает как нужно ехать каких погодных условиях то есть принципе от водителя зависит практически 90 процентов только 10 процентов зависит от машины поэтому стоимость запасных частей для автомобиля это тоже большое дело потому что это приблизительно 10 процентов от стоимости фрахта уходит на ремонт автомобиля и машина с наименьшей стоимостью запасных частей с наибольшей вероятностью их достать быстро это очень удобный пункт потому что ну сами знаете простой автомобиль стоит дорого поэтому все эти факторы при выборе автомобиля нужно учитывать а дальше а конечно нужно понимать что вы собираетесь покупать если это новая машина да но это ладно это новая машина если это машина уже походившая то вы должны сразмерять свои возможности и то что вам пытаются продать о чем я о том что нередко даже всегда машина хоть сколько-нибудь поработавшие она требует как минимум обслуживание да то есть на старте она уносит от 150 200 тысяч рублей для того чтобы ее запустить на линию а если машина долго поработала то ценник на запуск будет совершенно другой и вопрос который мне часто задают а вот я могу поездить полгода а потом сделать но для технарей он так не стоит до для технарей есть ситуация вот это это и это неисправно и это нужно сделать почему потому что если это не делать а машина это один общий организм то неисправность в одном отдельно взятом месте она повлечет за собой другие неисправности тогда сумма ремонта увеличится в два в три раза а то и в четыре а может нанести такой ущерб что ремонтировать будет но очень нерентабельно там ну допустим в двигателе есть такие места требующие там серьезных затрат вот поэтому вы должны понимать что любая машина которую вы купите в нее нужно прям сразу на старте вкладывать то есть нужно нужно иметь подушечку какую-то финансовую для того чтобы перестраховаться это обязательно вот кстати машин плохих не бывает бывают плохие эксплуатанты как правило люди которые покупают машины да там имеет какую-то сумму денег они в автомобилях и в перевозках ничего не не понимают они берут водителя в надежде что тот как раз разбирается во всем и дальше даже не заглядывают а что там происходит как там происходит и водитель что называется рулит ситуации в полный рост и вы видели мой предыдущий ролик про mercedes аксор двенадцатого года где кабину откроешь и обалдеешь там просто помойка это вот водитель вот таким вот образом обитает в машине и смотрится автомобилем а хозяин ему то ли лень посмотреть но банально просто да найди свою машину с водителем где она ездит открой кабину и посмотри что там происходит и ты сразу поймешь как водитель следит за всем остальным тушит яркий показатель нет такого не делается когда у владельца спрашиваешь что вашу с машиной с машиной все нормально она работает когда начинаешь разбираться там столько неисправностей что мама не горюй да водители часто говорят что там типа я не механик моя профессия рулить в принципе я с этим согласен да но надо понимать на чем ты выезжаешь на дорогу потому что водитель несет административную и уголовную ответственность за свои действия на дороге и очень часто люди которые надеялись на то что машина то нормальная потом попадали в ситуацию с заключением с тюремным сроком и до них доходило а чё же я дурак вот поэтому мало того что есть ответственность такая да помимо этого есть еще человеческая жизнь которая бесценна если по вашей вине погибнет человек вы будете потом всю жизнь мучиться поэтому надо понимать и относиться к своей работе правильно